привет дяденьки и тетеньки а также рыболовные маньяки выбрался я сегодня на рыбалку рыбалка с гидом у меня сегодня с годом да 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 макс у нас это самый дорогой гид в десногорске вообще не знаю даже сколько денег возьмет миллиарда 2 наверно причем не рублей ладно пофигу сегодня у нас минус 6 минус 7 с утра и только наверное к 12 дня там что-то обещают минус 2 минус 3 ну когда домой тогда и потеплеет а сейчас не знаю как будем ловить руки будут мерзнуть плетенка будет мерзнуть рыба как всегда клевать не будет но это что просто пудом поэтому я сегодня вот так вот выгляжу потому как холодно домуровался весь как мишка на севере топтыш такой погнали ну что начнем ловить рыбу я почему сказал что у нас рыбалка с гидом у меня сегодня говорю макс ты сегодня главный ты на моторе на их а лоте куда привезешь там и ловить будем зато если не поймаем скажу ну макс возил так так бы нахерачили сегодня взял резинок юми будем на них ловить фото уже поймал вам хорошо короче у меня сегодня только юми и поролон а мы далеко кидать не будем оторвался на первом забросе хорошая примета до да это плохая если бы ты зайца поймал бы а факт там глубина макс давай я долго так вот ветер офигеть будем сегодня прятаться наверно как обычно коряка какая злая макс куда ты меня привез поехали отсюда нафиг все тут самый сильный ветер на водохранилище еще и зацеп зацепу на каждом забросе он макс первого заброса оторвал и я вон все сижу плотно уже две приманки оторвал на четырех забросах говорю макс поехали отсюда нафиг так неинтересно мерзлыми руками привязывать через каждых два заброса на твистер буду ловить юми сегодня я там штук пять или шесть всяких этих резиночек одел надо их оторвать срочно потом за поролон возьмусь вот тут хоть ветра потише здесь жить можно уехали мы подальше от города там ветрило вообще но там самое широкое место на водохранилище там раздувает хоть ветер есть но волну не успевают раздувать что у меня за день сегодня третья приманка все хана оторвал твистера поменяли уже 10 точек результат ни одной поклевки а то в комментариях пишут чего там своим актив таргетом чет ловите вот раньше на обычный джиг намного интереснее было не знаю на обычный джиг такая шагня там хоть мультики смотришь в актив таргете здесь и мультиков никаких нет ну вот увидели там около коряжки какие-то рыбки пасутся а толку мы уже 15 раз так вставали это сейчас проводку делаю о макс говорит кто-то чуть-чуть теребнул о чуть-чуть теребнули пол поролонины съели первая поклевка до сегодня сижу кофе пью макса судак свалился хороший нормальный покусал хода а вот порвал покусал гад так только пацаны это какое-то проклятие сейчас такой удар был я чуть не описывался срез выше поводка 18 сантиметров не не помогло ладно постоим опять поводок да чё за фигня такая я вот просто удивляюсь будет у меня сегодня хоть одна рыба и я так и буду нервы себе трепать холодно пипец они не ловятся вон там вот вот по этой траектории сейчас прямом эфире будем ловить она одна и та же может там злобное клевать памяти 3 секунды там коряжка какая-то такая и вот видно около неё эта тварь сидит не а ну на включенную камеру когда у нас клевала никогда свалилась блин что-то жирненькое что такое какой раз уже я не знаю крючок разогнулся не а нет стащил приманку судачок кусался ну ё-моё ну что за день такой не поймаем ну давайте поймаем мы сегодня хоть одну рыбу макс или только коряги а эти гады над нами будут издеваться сегодня нас уже сегодня можно сказать четыре потенциальных рыбы должно было быть да и и все как-то по невезучему то половина откусит то свалится то выше поводка ну на камеру естественно никогда погодка вещь холодно снег ветер кайф едят 125 поролонину ну ну что такое еще одна поклевка исход вот чуть-чуть протащил исход ну-ка зубы хоть такие остались тут зубов то нету странно а что это было а вот есть зубик блин было еще две или три поклевки паролонину он погрызли в семи местах я не знаю что это за рыба сейчас поставлю вообще 16 рам планировала никого поймать не могу есть у меня тут что-нибудь такое о 16 рам макса на резинке нифига не клюет а 125 поролонину они кусают кто-то тяжеленький висит по несколько секунд и отваливается непонятно сейчас мы их победим и вот так вот ребята целый день у нас теперь у макса фиолетовый поролон чуть-чуть вы дальше вот на 20 метров ударил бы да у меня уже не знаю дофига было поклевок ну не знаю я что за фигня такая кто знает заклинание снятие проклятие снимите да снимите там а то клюет и но не ловится но никак и поклевки злые и вот просто такие дуду и бух и нифига так у тебя где-то тут плевало да да неужели первый рыб за сегодня первые 100 поклевок все погрызено все оторвано все отрызено и первый какой-то рыб висит кто такой покажись фудачишка но не жирный ну под килошник а ну дам под кило еще она до 56 грамм у меня сегодня перфект джиг до 56 грамм на нем можно таких подымать он выдержит ну что проклятие снято смотрю не все проломки нас отпустил до того же полное пузо откусанных кто поймался гаденыш так красивый такой гладенький весь до прям как новый до ухоженный такой только что из стола на красоты гуляй вася ну как так столько поклёвок и вот только-только удалось одного мелкого поймать он поролонка вся покусанная ладно может еще кого потолще поймаем да неужели сайт вручет нормально сачок до собрать сачок да 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 пункта моя ладно подрядом рядом 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 есть какой красавчик трёхничек ну да трёхничек ребята мы его вымучили мы его победили он издевался над нами целый день он кусал нам поролонки откусывал половинки посылал вредных щук которые откусывали выше поводка но мы его победили какие клыки злобные сегодня дядя макс но такой по трех даже трех наверно будет 2 800 может вверх судьбой да ну надо зачем бы возьмешь его на еду слушали надо возьми его на еду а то он слишком долго над нами издевался за все страдания до отомсти ему хорошо сидел вам доставай я буду дальше ловить хороший малыш покой качественный так и у меня кто-то такой съедобный поймался о а давай сюда такой закилошный тоже опачки сразу же на втором забросе и на первом после максово сейчас мы им отомстим за все предыдущие вредности такой около в нем но это за килограмм да да нормально где твой карту жильный визок в карьеру да хоть мы их целый год отпускали сегодня мы им просто мстим о какой ребята хороший мешок ты правда картофель ну что еще одного хотим еще один будет или хватит вот что они тут делают 7 и 5 метра под нами и коряжник зима холода нас обычно судак так себя не ведет это мы уже сегодня блин коряга японский магнита аааа джорджу везет мы уже сегодня почему на 7 метров заплыли потому что последние дни ну последние рыбалки но не могли мы его поймать ни на 10 не на 12 не на 13 мы думаем полезем где мельче повезло чуть-чуть ну это не хотел издевался полдня над нами если все поклевки реализовали то сейчас бы было две щуки и не знаю сколько штук пять судаков еще такие поклевки были дыды и дыды и никого или сваливались есть на выбросе нападение нападение прям сошел хороший был есть да а я даже камеру не выключал сачок слушай бьется сильно думаю тоже небольшой небольшой ненормальный нормальный сторону пошел сачок мне в одной руке спиннинг другой сачок о тихо-тихо и ничего такой закилошник хорошенький накладывай отпустим забери три можно три конечно на двоих конечно удовольствие сейчас еще поймаем может я себе одного домой войск чебурашку загрызли просто так все я ловлю дальше надо не упускать возможность да а то сейчас пять минут и все кончится совсем хороший сачок нормальный пацан а можете ненормальный как узнаем не хороший закилошный съедобный мешок мы сегодня всех соберем отомстим им за все прошлые рыбалки такой уже полторашнику это за полтора до пролон куда же крючок разогнул чувак еще до такой да вот качественный васяк давай картофель мешок будем складывать мы сегодня хуже всех ну все сейчас в комментариях напишут вот жлобяры их целый год отпускал пошли нафиг небольшой нормальный 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 ну так я в забросе сейчас все коряги соберу сачок ну да хороший нормальный полторашним держи дядя максим это потому что я с сигаретой поэтому у тебя клюнуло качественный ловим дальше ну вот мы все таки но пока естественно я пока снимал коряги затащила но все походу у нас притихло выход кончился мы уже с другого ракурса встали откидываем тут эти коряжки судак тут такой пролетный удачно попали под проход ну такое не часто бывает чтобы на 7 метрах в это время года все уже давно поклевок нет ну ладно еще минут 15 до будем наверно сваливать он там поглядим кто живет но все мужики время 3 час клев кончился выход был короткий всех судаков поймали примерно за полчаса минут за 40 наверно ну первый только у нас там клюнул часа два назад а все остальные вот за полчаса до 40 минут повезло просто ребята ну у меня что-то сюда тянуло сегодня не знаю я бы сюда никогда бы не приехал бы зимой на 7 метрах искать судака у нас в десногорске такая тема зимой на 7 метрах ну гиблое дело это вот одно единственное место где вот такая вот тема срабатывала это это было 3-4 года назад и вот я максу сегодня такой говорю слушай мы вон там с тобой ни хрена не ловим уже какую рыбалку по глубинам мы уже там все места эти задорочили толку нет поехали не поймаем так не поймаем вот поехали поймали кстати кто в комментариях будет писать что вот забрали рыбу там что-то превысили норма вылове вылова у нас пять килограмм нарыла и три штуки судака можно нарыла мы взяли пять штук общей массой там ну не больше семи восьми килограмм наверно так что в рамках все да и тем более мы это берем очень редко пусть максим дома детишек покормит жену тещу максим покормить я сказал показал что андрюха привычка такая прибамбатовым ловим ну как то так читайте описание под видео там будут все ссылочки промокодики ссылочка будет на мой канал на яндекс дзен кто не знает подписывайтесь я туда выкладываю старые но интересные видосики может кому нравится на цене смотреть ну и так это как запасной вариант у меня мало ли что с ютубом случится чтоб там канал был чтоб не потерять всех и все сразу у максима тоже есть канал кто не знает подписывайтесь ссылочку оставлю на максима в закрепленном комментарии под видео знаете где это бывает и цену него тоже есть тоже подписывайтесь кто не знает макс у нас не только спиннингист он еще и подводный охотник причем мощный подводный охотник не так все там которые с сухой макушкой плавают а такой парень бывалый матерый можно сказать ихтиандр ладно погнали мы довольны и домой а то нас сейчас там парень будет на лодочной станции ждать просил чтоб я его там в одно место подвез мне по пути а я отсюда сто километров всем пока всем пока пока ну пока Продолжение следует...